Не, сегодня по Усатому дана пауза. Вот, например, я вам скажу, что происходит. Кем дана пауза? Первым Филатом. Объясню вам, почему. Значит, план Филата следующий. Говорю об этом открыто. Филат говорит, запускаем Усатва в Молдавию. Сегодня нам нельзя терять власть ни при каких условиях. Но это я его цитирую. Говорит, Усатые заезжают в страну. Нас больше устраивает, Макану, по-моему, вчера об этом говорит, нас больше сегодня устраивает война с русскими, чем 7 апреля. Но в этом случае будем бомбить не иные, а будут бомбить нас. И тот план, который обсуждал Филат со своими пиарщиками, консультантами, это запустить Усатого в страну, дать мне короткую паузу прогуляться, потом организовать какую-либо провокацию и опять рассказать то, что весь прошлый год рассказывали. Партия войны готовит госпереворот, будут показывать автоматы, прошлогодние пистолеты, к которым мы не имели никакого отношения. Я в тот день, когда имел все основания выйти на улицу, мы же не вышли. Почему Усатый не вышел? Вы думаете, я боялся? Да не боялся Усатый. Я понимал, что если из-за меня, а я должен был призвать, погибнет тот или иной студент, а это 100% они планировали, мне не нужна ни политика. Я не человек, который идет к власти любой ценой. Я человек, у которого есть какие-то амбиции. Да, я могу быть жестким, могу быть нестандартным, но я никогда не буду подонком, который любыми методами будет пытаться прийти к власти или ее сохранить. Могу ли отвечать на мой вопрос? Это первый вопрос, то есть по филатам. Усатому сейчас дана пауза. То есть раньше была команда давить и закатывать под каток, а сейчас пауза. Наталья, все, что я сказал в прошлом году на вашей программе, практически все сбылось. Теперь послушайте ответ Усатого. То, что со мной ничего не произошло... Почему пауза сейчас? То, что произошло, меня не арестовали за сутки, вы извините. Я понимаю, что если бы Усатый вчера умер, вообще было бы прикольно, если бы меня снайпер где-то снял перед зданием аэропорта. Вот тогда точно Усатого боятся. Они его не просто арестовали, а убили. Я вам еще раз говорю. Я не вижу хорошей перспективы для себя в Молдове. И то, что со мной ничего не произошло вчера, это не значит, что со мной ничего не произойдет через неделю. Сегодня меня закрывать при въезде в страну и со старта делать меня героем после того, как 40 тысяч... Вы поверьте, последний пункт в принятии решения, когда я решил выдвигаться в Молдове, это то, когда я увидел, когда вышли люди в воскресенье на площади. Вы не понимаете, как паниковался у вас плохотником.